Тони, герой Америки, говорили всех, уважали и ставили его в пример. Ради людей готов на все, теперь он настоящий воин, этот мир обязан ему многим Iron Man. После того, как гений, миллиардер, юморист, пофигист Тони Старк записался волонтером в Отряд Мстителей и стал мотаться по галактике за фиолетовым балансировщиком, он занимался разработкой оружия, впаривая его за три цены американской армии, а солидный профит спускал на казино, тусовки и выгуливания младшего брата, из-за чего очень сильно обидел на себя коллегу и соратника Лебовского. Чей прибор уже давно находился в спящем состоянии. И вот от зависти дедок решил осуществить мокруху. Отчего ты решил, что рожденные тобой идеи твои только? Сразу вот такие гнилые движения, да, пошли? Хотя лучше бы на недельку лег под капельницу с витаминами для мозга, ибо как-то подзабыл, что Тони главный конструктор всех крутых военных приблуд, и после его смерти оружие некому будет разрабатывать. Акция бесценится и прибыль компании смоется так же быстро, как бумажка в унитазе. Еще и процесс устранения Старка, ободайчик выбрал самый наисложнейший, через заказ знакомому террористу, чтобы тот спланировал и организовал сложнейшее нападение на целый военный конвой в Афганистане, после того, как Тони представит новое оружие. Хотя куда проще было бы подарить Тони трусы, пропитанные новичком, чтобы он уснул в кровати, а проснулся уже в гробу. Ведь Тони мог полететь на вертолете, и ободая, профукал бы кучу денег, и заново пришлось бы готовить покушение. Но из-за того, что при зачатии Тони, природа переборщила с крепостью его яиц, раз он не очкует стоять на траектории взрывной волны, и не засал ехать на машине по местности, кишащей террористами, покушение идет как надо. Плюс очень удачно, в конвое вояки оказались без военной подготовки, и вместо того, чтобы вырулить баранку и валить отсюда, заклинивающими автоматами полезли под пули, прямо с той стороны, откуда по ним ведется огонь. Да и Тони, нет бы сидеть в машине и не высовываться, решил выйти подышать свежим воздухом. В результате чего, познает на себе, каково это находиться в эпицентре взрыва своего же снаряда. И увидев со 100 метров лицо Тони, террористы передумывают его убивать, и с помощью ебаш-монтаж, прямо перед американскими военными, телепортируют его в свою пещеру, хотя в колонии находится Роуди, который выжил и активно поливал по уродам из крупнокалиберного. И тогда непонятно, как он позволил террорам зайти в тыл и забрать раненого Старка. И раз за все отвечает ебаш-монтаж, то смысл спрашивать, как после ранения от взрыва Тони не стал кормом для стерриатников. И что после сложнейшей операции в подвальных условиях, когда ему полгрудной клетки разворотили, он на следующее утро уже бодрячком, хотя минимум пару месяцев должен был пластом лежать и в утку ходить. Да и для расчета всех деталей такой сложной операции, доктору потребовался бы мощный ноутбук, например, Huawei MateBook D16. Ведь под капотом у него процессор AMD третьего поколения Ryzen 5 4600H, который отлично справляется как с играми, так и с более серьезными задачами. Например, с обработкой фотографий в фотошопе или видеоредакторами. Хорошая энергоэффективность процессора позволяет долго работать без розетки, а SSD на 512 гигабайт обеспечит мгновенный запуск операционки и приложений. А еще Huawei встроил в него свои персональные фишки. С помощью функции мультискрин Huawei Share можно быстро и без проводов объединить ноутбук и смартфон Huawei в одно многофункциональное устройство. Это какая-то магия. Подносим телефон к тачпаду, и на экране ноутбука мгновенно появляется его проекция, с которой можно взаимодействовать и, например, перемещать фотографии с компьютера на смартфон или отвечать на звонки. Еще из приятных бонусов кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев и шустрый Wi-Fi 6-го поколения. Также MateBook D16 это отличный выбор для киноманов. Узкие рамки, качественный дисплей с диагональю 16,1 дюймов и многоканальный формат звучания вплоть до 7,1 гарантирует полное погружение в любимую киновселенную или сериал. Купить его прямо сейчас выгоднее всего в Эльдорадо через мобильное приложение, потому что вы получите 1000 бонусов за первую покупку. Так что переходите по моей ссылке в описании и покупайте Huawei MateBook D16, универсальный компьютер под любую задачу, который всегда будет под рукой и прослужит много лет. Первым Тони Старка навещает главврач, который говорит, что его страховка здесь не действует, но расплатиться за операцию и комфортабельный стационар ему все же придется. Вы должны ему построить ракету Ерихон. И чтобы Тони быстрее соображал, прописывает ему курс водных процедур. И так как карты здесь не принимают, Тони ничего не остается, кроме как согласиться на предложение. Сделаем. Только какой смысл террористам заставлять Тони собирать одну ракету, если не могут купить у Абадайи хоть сотню? Хотя на кой давать советы военным стратегам, которые для войны в пустыне закупают подводные торпеды? Наверное рыбу глушат в реках. И как известно, глава террористов не стал убивать Старка, чтобы выбить за него с Абадайи больше денег. Цена за убийство Тони Старка выросла. Тогда смысл было заставлять Старка собирать ракету. Хотя его просто нужно было держать в плену, маленько кормить и шантажировать Абадайю, пока тот не заплатит нужную сумму. И получается, абсолютно лишенный логики поступок главаря, заставить Тони собрать ракету, нужен был только для того, чтобы снабдить Старка всеми необходимыми материалами для создания первой версии своей брони. И увидев, что в плену его держат сплошные идиоты, Тони решает без оплаты лечения бежать из клиники. Сначала мастерит мини-ядерный реактор, чтобы повсюду не таскать с собой аккумулятор. Реактор, который без сложнейших инструментов и технических лабораторий проще сделать, чем пивной банкой в упор в мусорный бак попасть. А для полной выписки из больнички собирает навороченную бронь-пижаму на гидроприводах, что сделать так же просто, как пнуть по яйцам кота. Странно, что на столько прокачанном уровне инженера, Тони не догадался собрать спутниковый телефон и тупо вызвать спецотряд спасения. И благодаря тому, что пещерные люди не в состоянии отличить ракету от компонентов точно не ракеты, Тони с напарником без всяких проблем собирают пижаму. Но из-за того, что Тони поставил хлопушку для тех, кто решил войти в его палату без стука, побег все-таки палят. И тогда напарнику приходится бежать запугивать врачей, чтобы костюм успел зарядиться. Только вместо того, чтобы отстреливаться из-за угла и тянуть время, ученый-врач зачем-то несется прямо к ним в руки, чтобы те закололи его уколами до смерти. Но свою задачу все-таки выполняет. И когда медсестры приходят проверить состояние пациента, Тони начинает проводить им бесплатную процедуру дробления костей внутренних органов. Хотя нужно было по вправлению глаз, ибо стреляя из автоматов, никто не смог попасть в дырки для глаз или в открытый реактор. Даже начальник клиники промазал с гранатомета. А дальше, как истинный дуэлянт, остался на месте и ждать ответки от противника. Тормоз. А Тони вообще красавчик, ибо собирая бронесвитер, в качестве деталей забрал себе все базуки и подствольники. Из-за чего врачам приходится успокаивать обезумевшего пациента бесполезным огнестрелом. Пистолет тут не поможет. Сука. Сука, тупые уроды. И обвинив всех в колдовстве, Старк, словно инквизиция, очищает их души огнем. И подпалив все, до чего сумел дотянуться, врубает первую ступень и повторяет подвиг Гагарина. Поехали. Правда, топлива хватает ненадолго, а из-за того, что смерть ушла отлить, Старк выживает от удара, при котором должен был превратиться в кисель. Плюс, не успев словить смертельный сушняк, ловит связь с вышкой сотовой связи и вызывает себе Яндекс-вертушку. Удачливый, сука. И только вернулся в Штаты, первым делом закрывает производство оружия, чтобы его пушки не попадали к террористам. Только зачем, когда всего-то нужно выяснить, кто продает террористам оружие, а потом с гирей на ноге отправить на дно залива. Ой, да брось. Ну а ободайчик, который уже неделю не принимает таблетки от головы, начал ловить серьезные заскоки. Мало того, что после возвращения Тони, снова не думает травить его при помощи яда или сухого льда, не подумав, что от террористов он мог узнать, что это он его заказал. Так еще и увидев, что Тони изобрел мини-ядерный реактор, реагирует на это, как на поделку пьяного батии. Хотя, когда подобной технологии больше нигде нет, у любого здравомыслящего бизнесмена сразу же бы загорелись глаза, что на это можно заработать миллиарды. Потому что он мужчина. Мозг у них снизу. Ой, да брось. А Тони, осознав, что превращать людей в фарш куда интереснее, чем перебирать движки в гараже, решил собрать более прокачанную версию человека-ломателя. Прокачивает навык инженера еще на 100 уровней и за пару дней собирает еще мощнее ядерный реактор, который снова сует себе в туловище, потому что ему, видите ли, по кайфу ходить с ядерным реактором на сердце, когда можно обратиться к хирургам и удалить всю шрапнель. Потому что ты кого пророчество, например. И так как, в отличие от обычных смертных, в одном дне Тони Старка не 24 часа, а под тысячу, он всего за 11 дней проектирует и собирает новую, идеально работающую версию костюма. Тони Старка решает наипростейшую задачу, как электрическую энергию превратить в реактивную тягу, чтобы костюм мог летать и стрелять. И с нуля пишет для костюма программное обеспечение, которое группа программистов писала бы несколько лет. Походу, когда бог создавал Тони, он его еще и случайно в себя превратил. Еще и добавил навык, плюс 100 к любым начинаниям. Ибо без единого падения он проводит свой первый полет, будто летал в этом костюме с детства. Даже голова не кружится от дикой перегрузки. Но кровь из мозга все-таки ушла, раз Тони решил слетать в стратосферу, не беря во внимание тот факт, что от низкой температуры его костюм, на котором нет норковой шубы, покроется льдом. И походу даже миллиардеры не прочь нанимать дешевых гастарбайтеров, раз дом у Тони настолько картонный, что непонятно, как еще не развалился. Думаю, что дешевый материал можно купить и проканать. Зато прямо в доме у него стоит отличный заводик по производству любых материалов. Раз только сказав Джарвису про заказ деталей, с которыми костюм не будет покрываться льдом, как будущий Вижн И пока бронька для межгалактических полетов готовится, Тони срывается на благотворительную вечеринку, оплаченную его же баблишком, чтобы узнать, почему его не пригласили на его же тусовку, где увидев своего менеджера по всем вопросам в непривычном одеянии, ловит сигнал от младшего брата и приступает к маневру имени подкат шаров. И когда осталось только лишь залить в пеппер алкоголь и увезти в пустую комнату, очень не вовремя вырисовывается журналистка с наездом, что Тони до сих пор снабжает террористов передовым оружием, с помощью которого банда 10 колец анала, забив на свободные выборы, продвигает к власти свою националистическую партию. Ну и так как всем сверхдержавам и щиту до фонаря, а Стив Роджерс еще отсыпается во льдах и не в состоянии разрулить эту загвоздку, Тони самолично летит в Сирию, без проблем проходит несколько воздушных границ, удачно подгадывает время прилета, чтобы террористы все еще бесчинствовали в деревне, и как следует проверяет на парочке баранов работу новых приводов и репульсоров. Плюс в экспериментальную модель предусмотрительно прикрутил систему дротикометания на случай вот таких массовых расстрелов. И разделавшись с группой наземных тупоебиков, Тони как-то расслабился и на вражеской территории совершает непринужденный и такой медленный полет, что на него сумела навестись какая-то английская железяка Тифтейн, которой стопудово управляет сам лейтенант Ивушкин, способный трикошетить снаряд в танк хоть от поверхности Марса, раз сумел сбить настолько маленькую воздушную цель. Но так как здесь не русское кино, а нормальное, то местного танкиста Тони при помощи всеухреначивающей ракетки быстренько отправляет храниться в закрытом гробу. После чего, уничтожив только незаконно проданные ракеты, Тони валит домой, хотя в районе еще полно террористов, которым требуется вручить повестку на тот свет. Но походу, как и Питер Паркер, Старк любит разгребать проблемы лишь ради шумихи в газетах. Ведь вместо того, чтобы отдать на съедение местным жителям одного из главарей, ему сначала нужно было как следует репульсорами подпалить пятки и выбить место положения их основной базы, а также кто из его компаний им поставляет оружие. Что ж, это логично. И все-таки Тони Старк не совсем гений, раз не догадался оснастить костюм системой обнаружения воздушных целей, раз замечает прямо позади себя парочку истребителей только тогда, когда про них ему по телефону сообщает Роуди. И смысл было Старку врубать форсаж и валить от самолетов по прямой вперед. Когда он мог зависнуть на месте, самолеты тупо улетели бы вперед и Старк свободно бы ушел, чем вот так без причины подставляться под ракетный удар. А когда все-таки додумывается пропустить эфки вперед, то непонятным образом пролетев мимо них, через секунду оказывается у одного на брюхе. Да, ООО ебаш монтаж поможет в любой необъяснимой ситуации. И если бы один из пилотов был знаком с понятием держи дистанцию, то не обеспечил бы Пентагону ущерб в 350 миллионов. И вот такие дорогие самолеты, а в них еще и важнейшая система спасения жизни пилота бракованная, везет летчику, что Тони Старк своего рода еще и телепат. Ведь при подобных скоростях он должен был оказаться от места варисоволета на несколько десятков километров. И уж точно не мог видеть и знать, что у пилота проблемы с парашютом. Ну а главврач больнички в 10 колец анала, увидев новый костюм Старка в действии, смекает, что с такими супер халатами совершать геноцидное лечение населения в разы проще. И показав оба Дайи огрызки первой версии, наглая рожа просит что-нибудь весомое. Войско железных солдат. Наглая скотина. И нет бы просто выкупить костюм, оба Дайчик решает убить главврача и забрать костюм на халяву, чтобы сэкономить пару сотен тысяч долларов и одновременно потерять клиента, который покупает у него оружие на десятки миллионов. Как такого финансиста еще не вышвырнули из компании, оба Дайя и сам удивляется. Безмозглый идиот. Ой, да брось. Да и сдалась оба Дайи эта груда металлолома, из которой еще нужно сделать нормальный костюм, не способный функционировать без мини-реактора, которого у него нет. Ведь куда проще скоммуниздить костюм у Старка, а его взорвать вместе с домом. И чтобы не было вопросов, подкупить пожарных, которые скажут, что это просто хлопок газа. И благодаря тормознутости у Бадайи, который не убил Старка, даже после того, как узнал, что он начал крошить его клиентов, Тони решает узнать, кто в компании продает оружие на черный рынок. И были же времена, когда белый мужик еще мог приказать женщине пойти и сделать за него грязную работу. И когда Тони давно уволен, Пепперони свободно впускают в кабинет, где у Бадая даже не удосужился убрать компьютер, еще и оставил его подключенным к серверам. Но это мелочи по сравнению с тем, что сумасшедший Старпер принимает письма террориста прямо на главный сервер компании, а не на липовый имейл. И даже не удаляет их, чем обеспечил на себя гору улик и парочку пожизненных заключений. А дальше полная клиника. Сначала у Бадая позволяет Пепперони свободно уйти, когда должен был понять, что она приходила в кабинет Тони не просто так и сразу позвонить на охрану, чтобы ее не выпускали. Бля, почему этот человек так напрягает, а еб твою мать? Ой, да брось. А затем уже Пеппер тормозит. Встретив Колсона, сразу ему не говорит, что Бадая убийца, чтобы он махнул корочкой и Львовского мигом задержали до выяснения. Но главное, какого она сразу не позвонила Тони и не рассказала про Бадаю, из-за чего старикан проникает в дом и парализует гения и без разрешения одалживает источник энергии. Но Джарвис не сказал Тони о постороннем в доме, потому что ушел смотреть порнушку. И если Бадая понятия не имел о характеристиках реактора Тони, как он мог собрать костюм, который будет работать на этом реакторе? Да и каким нужно быть сверхинтеллектуалом, чтобы думать о каком-то костюме вместо того, чтобы сваливать в другую страну, пока его не объявили в розыск? Ну и само собой, Бадая уходит, оставив Тони в живых, когда знать не знает, что может у него здесь на диване под подушкой запасной реактор валяется. Сейчас поставит его, наденет костюм, догонит деда еще во дворе особняка и проведет процедуру почкоопускания. Но так как смерть ушла на кухню заварить доширак, Тони успевает доползти до старого реактора, а объявившийся Роуди сообщает, что Пеппер решила сыграть в самоубийцу. С пятью агентами они возьмут подаря Стабодаю. Само лени за полставки. Если Тони врубился, что скоро ему придется искать новую помощницу, почему не позвонил Пеппер, чтобы сказать ей прижать задницу и никуда не лезть? Да и перед тем, как лететь к ней, не сказал Роуди вызвать на завод парочку военных вертолетов, когда его старый реактор не рассчитан на такой мощный костюм и большая вероятность, что прямо во время боя он просто разрядится. И так как у Пеппер телепатическая связь с сценарием, она точно знает, что Бадайя сейчас находится на заводе, а не у себя в кабинете или личной вилле. И благодаря тому, что Тони ей не позвонил и не предупредил, что Бадайя есть чудо-игрушка, Пепперони остается живая только благодаря тому, что в детстве часто убегала от гопников. И зачем Бадайя вообще залез в костюм и чего хотел этим добиться? Ну пару часов потерроризировал бы город, пока в его хлебальник не прилетело бы пару крылатых ракет от военных. И когда Бадайя уже практически подписал документы на передачу тела Пеппер в морг, прилетает Тони и демонстрирует, что и завод по производству оружия тоже строили дешевые гастарбайтеры. После чего кукуха у Бадайи оторвать стар кукачан, он решает покачать механические плечи проезжающими машинами. Пару раз топнуть Тони, сломать им дорогу, городской автобус и стрельнуть в него петардой, от которой у Тони даже краска не обгорела. И интересно, в какое место у Бадая засунул баллоны с реактивным топливом, ибо реактор Тони не оставляет столько дыма. Нафига он вообще погнался за Тони, когда мог запустить в него ракеты? И походу сам Тони на полную сбрендил, раз решил загнать у Бадаю в стратосферу на проморозку, был ее поставить. То какой он гений! Но от того, что Бадая встроил в свой костюм функцию ебать монтаж, попытка Тони его заморозить становится бессмысленна. И от беспомощности Тони решает уработать у Бадаю старыми добрыми кулаками, как-то упустив тот факт, что тот в броне. И если перед боем Тони не забыл поставить в костюм вспышки, как он забыл поставить всю ухреначивающую мать его ракету? С мужиками такое случается. Но все-таки Тони собирает в единые остатки разума и рожает идею уничтожить у Бадаю, взорвав ядерный реактор прямо под ним, для чего привлекает своего Потца. Потц! Тони! И как хорошо, что Потц сейчас находится прямо возле реактора. Они уже как с полчаса едут на машине домой заливать себе в вискарь по случаю второго дня рождения. Ну и так как Тони не успел вовремя свалить с крыши, Пеппер взрывает реактор прямо под своим боссом. Но если у Бадая прожарился до костей, то Старк после электротерапии только становится свежее. Походу его матушка залетела от самого Тора. Но электрофорез все же не проходит бесследно. И Тони решает сорвать конспирацию. Я железный человек. Вот кто тебя за язык тянул? Чтобы после такого заявления все спецслужбы мира навострили на него свое внимание. А через неделю его обнаружили в Канаве с дыркой в голове. А костюм неожиданно оказался в Северной Корее. И если бы Тони не выпендривался ради новостей в газетах, а как следует отработал в Сирии, допросил бы Пухляша, то узнал бы, что поставщиком оружия является Бадая, которого бы сразу закрыли. И он бы не получил первую версию Марка, не создал бы на основе ее железного торговца, Тони не пришлось бы рисковать жизнью и рассказывать про себя журналистам. А Ник Фьюри так бы и не знал, кого первым подтянуть в отряд Мстителей. Ведь единственная чувиха, которая была на подхвате, свалила и велела обращаться только когда наступит... Нам пиздец. Супер, опять она. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»